Всем привет! Это рубрика Кухня со звездой. И с вами я, Настя Годунова. И сегодня у нас в гостях популярный блогер и певица Настя Кош. Сегодня мы поделимся рецептом нового блюда, а также расскажем, что же интересненького происходит в жизни у Насти. И наши ребята сегодня засыпят Настю вопросами, да? Настя, а у меня есть такой вопрос. С чего вообще начинается твой день и любишь ли ты вообще готовить? Мой день начинается приблизительно в обед, потому что я очень поздно ложусь спать. Готовить я люблю, но не умею. Вот так вот интересно. Мне этот процесс очень нравится, но я не умею, потому что я испачкаю всю кухню, что-нибудь испорчу. Но в итоге все равно у меня все получится, потому что надо не сдаваться даже в готовке. Настя, у меня к тебе вопрос. Если бы ты могла вернуться в прошлое, то что бы ты изменила? Ну, пока еще путешествие в прошлое невозможно, но я бы ничего не меняла, потому что я стараюсь не думать о прошлом, а думать о том, что происходит сейчас. Я бы ничего не меняла. Раз это произошло, значит, это и произошло. Вот так вот я думала. Ну и вообще с точки зрения науки время нелинейное, поэтому я сейчас одновременно везде. Настя, я знаю то, что ты очень любишь петь, так же, как и я люблю танцевать. Вот мы с ребятами, с Вовой и с Дашей вместе поем и танцуем. С чего началась твоя карьера? И у тебя были какие-нибудь кумиры? Я и танцевала, и художественной гимнастикой занималась, и в художественную школу ходила. Всегда мечтала петь, но никогда не думала, что это возможно. Но недавно оказалось, что возможно. Уже месяц, как я пою. У меня не могу сказать в какой-то области кумиров, просто мои кумиры это Гагарин, Илон Маск и Стивен Хокинг. Если захотите узнать об этом подробнее, я вам расскажу обязательно когда-нибудь потом. Это долгая история. Настя, а вообще страшно ли выходить тебе на сцену? Очень, очень страшно. Но меня очень сильно поддерживают ребята, которые ко мне приходят, потому что мы общаемся и до того, как я выхожу на сцену. И они мне всегда говорят, Настя, дельфин, вперед. Очень сильно поддерживают, и я прям от счастья один раз даже расплакалась. Вот, но от счастья. Но это страшно, но это очень круто, очень классно. А я знаю, что у тебя прошел концерт в Москве. Расскажи, планируется ли в других городах, возможно, какие-то концерты? И почему только в Москве? Мы решили начать с Москвы, потому что это наш город, я здесь живу. Вот я здесь была, я как бы здесь все знаю, но я планирую, конечно, да. У меня есть в планах, но пока только в планах. Вот, а летом у меня будет большой концерт в Москве в июле. Да, ваши каникулы, ребятки. В июле, ребятки, ну прям месяц своего рождения, представляешь? Вот, у меня будет большой концерт, это уже будет шоу. Я уже волнуюсь, но это будет очень круто. А какие-то песенки, может быть, ты готовишь? Конечно, я вообще, во-первых, я планирую выпускать песни еще. Вот, потягивать свои навыки вокальные, потому что я только месяц как бы пою. Хотя песни я выпускаю больше, чем я пою. Вот, как бы странно это ни звучало. Так что я планирую радовать новыми песенками и новыми выступлениями. Дельфинчик, а как ты думаешь, успех это везение или работа над собой? На самом деле и то, и другое, но никакой успех не может быть без работы над собой. Вот, нужно всегда трудиться, работать над собой. А везение это такая прикольная штука, которая может тебе помочь чуть быстрее добиться того, чего ты хочешь. Вот, если ты будешь трудиться, ты в любом случае добьешься. Верь в себя! Итак, дорогие телезрители, сейчас мы приготовим греческий салат. Чтобы приготовить греческий салат, нам понадобятся огурцы, помидоры сладкие, перец болгарский, романа, маслины, красный лук, крем фета. А чтобы приготовить заправку для греческого салата, нам для этого нужно оливковое масло, чеснок, горчица и лимон. И итальянские травы. Так, режем помидорок. Да, 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 да. Нет, он не отрезается. По какой стрелке будем, часовой или против? Против часовой. Вот, все, это успех. Настя, я хотела спросить, вот ты предпочитаешь все такие вот салаты, все-таки бывает, когда ты можешь себе позволить какие-нибудь сладости? На самом деле, у меня просто такой специфический вкус, что мне нравятся овощи, я их с детства люблю. Не сладости, а овощи. Вот, поэтому, как бы, это само по себе такое получилось. Вот, а питаюсь я, не слежу, если честно, хотя это не очень хорошо, вот. Но салаты овощные я просто обожаю. А пробовала ли ты когда-нибудь какое-нибудь экзотическое блюдо? Пытаюсь вспомнить, мне кажется, самое экзотическое это камчатский краб. Вот, но пробовала я его не на Камчатке, а в Мурманской области, вот. Потому что была такая история, что эти крабы водились только на Камчатке, были вымирающим видом. И решили, значит, их попробовать забросить в места, похожие на море вокруг Камчатки, к нам на север российский. Вот, и случилось так, что у них не было никаких естественных хищников, которые могли их там съесть. И они оказались там королями и заполонили просто все. Камчатский краб теперь везде у нас в Баренцевом море. В общем-то, там я пробовала Камчатского краба, считаю его достаточно экзотическим. Я порезала помидоры. Так, мы нарезали, теперь приступаем к следующему этапу. Так, переносим их в миску нашу. Приятного полета, товарищи. Так, следующим этапом мы должны порезать огурец. Мой любимый. Я ему все-таки отрежу попки. Правильно? Так. Слушай, мы с тобой поговорили о крабах, о всех экзотических блюдах. Ну, а все-таки, какое твое самое любимое блюдо? Я обожаю вот кухню домашнюю. Моя мама что готовит? Вот обожаю. Супы, котлеты, все самое вкусное у нее. А если из салатиков брать? Из салатиков я люблю свежие овощные салаты, чтобы были помидоры, сладкий лук, огурцы, чтобы все это было полито каким-нибудь маслицем, оливковым, но не горьким. Оказывается, оливковых масел очень-очень много, нерафинированных, и в них нужно разбираться. Я совершенно не знаю, как выбрать, если их нельзя понюхать, попробовать. В Европе это можно, в Испании, сделать. А в Испании, кстати, ты же была в Испании. Да. Ты там что-нибудь такое необычное пробовала? Необычного нет, в Паэлье мне там нравится очень. А это что? Это такое блюдо, не знаю даже, как сказать, из риса. Ну, наверное, это что-то типа плов, но с морепродуктами, если так это можно сказать. Вообще, если я где-то бываю, то я обожаю пробовать в путешествиях что-то такое местное, интересное. Мои остатки, а вот сюда, кстати, мы уже, вот сюда, да. Так, все, давай его сюда как раз перекладываем. Успех! Все, в полет отправляем. Да. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Все, есть. Теперь высыпаем в посольку, да. Вот здесь. Вот здесь. Это у нас заправка. Да, 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 все, все, все. Эй, йоу, Новый год, чек! Доброе утро, девочки! С Новым годом, девочки! На часах ровно двенадцать И снежинки вновь кружатся А подарочки под елкой Все укутаны в иголки Новый, 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 новый год Новый лучше, новый круче, новый ждет вас Много, 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 много принесет Вам подарков, верю, 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 верю в вас Новый, 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 новый год Новый лучше, новый круче, новый ждет вас Много, 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 много принесет Дед Мороз под елку, счастье, годовой запас Новый год стучится каждому в двери А счастье в нем нужно лишь раз в него поверить И всей семьей с каждым из вас В обнимку с полным доверием Запрыгнем в сани с оленем и улетим Новый, 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 новый год Новый лучше, новый круче, новый ждет вас Много, 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 много принесет Вам подарков, верю, 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 верю в вас Новый, 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 новый год Новый лучше, новый круче, новый ждет вас Много, 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 много принесет Дед Мороз под елку, счастье, годовой запас Нас тысячи, нас миллионы Горят огни, горят улыбки, желания, стремления И вместе мы сейчас готовы Исполнять мечты Отбросив сомнения, руки выше Кричи, чтоб каждый услышал И ведь горят афиши А мы снежки тут кидаем по крышам Мы неподвижны, а взгляды в небо Затаив дыхание, летят огни Все ближе к звездам, загадай желания Желание, желание сбудется Желаем мы желание, да будет так Желание, желание сбудется Лишь загадай его Каждому нужно лишь верить в мечты Иди вперед, победе и ты Я верю сможешь, отбросив с сомнения Прийти к мечте Новый, 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 новый год Новый, лучше, новый, круче, новый ждет вас Много, 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 много принесет Вам подарков, верю, 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 верю вас Новый, 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 новый год Новый, лучше, новый, круче, новый ждет вас Много, 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 много принесет Дед Мороз под елку, счастье, годовой запас С Новым Годом! Так, мы добавили уже сыр, и вот наше блюдо готово, дорогие зрители. Давайте дегустировать. Давайте. Так. Смотри, тут у нас сыр, помидорки, лучок. Давай помидорку. Самое вкусное – это помидорка. Так, вот с сыром. Дегустируем. Все дегустируют. Я считаю, что такой салат может приготовить каждая хозяйка. Это вполне легко, и все продукты продаются в обычном супермаркете. Да, главное, чтобы они были максимально свежие, тогда будет вообще класс. Кем ты мечтала стать в детстве? Ну, прям, когда маленькая была, я мечтала стать космонавтом. Я, конечно, не знала, что для этого нужно быть инженером, я просто хотела стать космонавтом, больше меня ничего не волновало. Настя, а если вот завтра все социальные соцсети, социальные соцсети, просто соцсети, все исчезнут, чем ты будешь заниматься? Ну, чтобы исчезли все соцсети, для начала это должен быть, случится какой-то апокалипсис, мы должны лишиться электричества. Возможно. Вообще цивилизации, а я знаю, как выживать в таких условиях, я путешествовала 11 лет по России с палаткой, поэтому все будет классно. Я буду собирать грибы, ловить рыбу, построить дом. В общем-то, я знаю, что с этим делать. Так, ну ты достаточно популярный блогер, лайкер и певица. Все-таки вот три секрета успеха от Насти Кош. Много работать, делать то, что тебе нравится и никогда не сдаваться. Настя, а у меня такой вопрос. Какие твои мечты и планы на будущее? В ближайшем будущем планирую выпустить еще много песен, вот, чтобы вы их услышали на моем большом концерте в Москве летом. Но дальше я пока еще не заглядываю, потому что всякое может случиться, вот. И я всегда придумываю что-нибудь интересное, новое. А мечты? 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 Ну вот моя мечта пока, чтобы у меня получился вот этот концерт. У меня много, очень-очень-очень-очень много. Я на Марс хочу полететь, не знаю. Вот мы вместе хотим с тобой в колонию первую, правильно? Настя, ни один наш гость не уходит без подарка, и поэтому сегодня вот в таком вот конвертике я хочу тебе вручить билет на Крейцерову Сонату. Спасибо. Вот, и вот такая вот ангелочка из ручной работы, ручная работа от компании Ля Пальма. Спасибо большое. Так вот специально для тебя делали. Это была рубрика «Кухня со звездой». С вами была я, Настя Годунова и Настя Кош. До новых встреч в эфире! Мужчины, мальчики, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества с 23 февраля. Подписывайтесь на канал до 17 и старше, пишите комментарии. Я обязательно буду в комментарии всех ждать. Люблю! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok